Это один маленький путь для человека, один маленький путь для человечества. Очень интересная заметка, найденная автором канала «Свидетель Виндос» в YouTube-сообществе Крамола. Ссылка на источник, как всегда, будет в описании к видео. Поговорим про Ватикан и его секреты. Возможно, зловещие секреты. На канале «Свидетель Виндос» вы найдете уже достаточно солидное количество роликов о машине времени Ватикана, о связях Ватикана с пришельцами, о тайных картах, летописях и артефактах в архивах Ватикана, о тайной космической программе Ватикана и даже о секретной космической станции Ватикана. Если все эти тайны надежно скрыты от любопытных глаз, то тема этого ролика, а вернее объект нашего исследования и обсуждения, доступен в любой момент для всеобщего обозрения любому желающему. Даже с помощью интернета и гугл-карт вы можете, не выходя из дома, вместе со мной, погрузиться в самые темные секреты столицы мирового католицизма. И если внимательно приглядеться и подумать, а затем осознать, что скрыто в истинной концепции конференц-зала Ватикана, то можно остаться потрясенным на всю жизнь. Сразу хочется поверить в мировой контроль, оккультизм и скрытую символику во всем. Вы когда-нибудь, где-нибудь слышали что-то о специальном конференц-зале Папа Римского, также известном среди широких масс, как зал папской аудиенции, который географически расположен одновременно на территории двух государств – Ватикана и Италии. Для начала немного исторической справки. Это, на первый взгляд, ничем не примечательное для простого обывателя сооружение, названное в честь Папы Римского Павла VI, воздвигли в 1971 году по проекту итальянского архитектора Пьерло Луиджи Нерви. Пьерло Луиджи Нерви известен в архитектурном мире как создатель простых, надежных, долговечных и многофункциональных зданий и сооружений. Вместимость этого архитектурного новодела в историческом центре Рима составляет порядка шести с половиной тысяч человек, а если убрать все сидения, то ровно двенадцать тысяч. Интересное число, не правда ли? Двенадцать. А внутри самого конференц-зала находится скульптурная композиция под названием «Ля Ресурезьоне», в переводе с итальянского означает «Воскресенье». Казалось бы, что здесь может быть необычного? Большое и просторное помещение для проведения конференций, научно-религиозных и культурных симпозиумов и выступлений главы католической церкви перед широкой аудиторией и не более того. Но давайте не будем спешить с выводами. Кривизна крыши Папского конференц-зала может ввести визуальное заблуждение неискушенного наблюдателя. Мол, просто такой покат крыши был задуман изначально для красоты и, возможно, для удобства стекания воды и осадков в сырое время года. Однако именно с крыши Папского конференц-зала и стоит начать более детальное погружение в страшные и темные тайны Ватикана. Если посмотреть сверху на это архитектурное сооружение, то что оно может вам напоминать? Какие визуальные образы приходят вам сразу в голову? На что похож зал аудиенции Папа Римского? Небольшая подсказка. Похоже, шокированы, удивлены? Да-да, конференц-зал Папа Римского чрезвычайно сильно, просто до жути, напоминает змеиную голову с узкой, агрессивной округлой мордой и глазами посередине. Даже характерные змеиные ноздри и глаза спроектированы на здании с помощью окон и элементов стеклянных витражей. На самих витражах отчетливо прослеживается щель, которая моментально вызывает ассоциации со зрачком рептилии. Чтобы лучше увидеть весь визуальный образ сооружения, то лучше посмотреть изнутри, на оба витражных окна одновременно. В этот самый момент, даже у далекого от конспирологических размышлений человека, невольно побегут мурашки по коже. Скрытые вещи начинают принимать свою истинную форму, смысл и обличие. Два агрессивных глаза ядовитые опасные рептилии, которые безотрывно смотрят на вас, словно перед внезапной атакой или укусом, в тот самый момент, когда вы находитесь в зрительном зале и наблюдаете за действием на сцене. И сама сцена, если приглядеться так же в точности, копирует пасть опасного присмыкающегося. Слева и справа на сцене видны два острых клыка, а посередине возвышается та самая скульптурная инсталляция под названием «Воскресение». Но воскрешение или воскресенье ли это на самом деле? К этой скульптурной композиции также возникает огромное количество вопросов, особенно если поиграться с зеркальными отражениями фотографий этого памятника. Посмотрите сами. Мне кажется, здесь комментарии излишни. Если внимательно посмотреть на внутренний декор папского конференц-зала, а именно на внутренние узоры крыши и стен, то здесь отчетливо прослеживается некая чешуйчатость узоров, то есть чешуя змеи. Не согласны? Тогда вот вам несколько изображений для лучшего осознания увиденного. Парейдолия, игра воображения? Отнюдь нет. Голова ядовитой змеи. Не меньше, не больше. Форма, образ, зрачки, клыки, чешуя. Все это четко прослеживается в убранстве папского конференц-зала. Однако, если все здание будет полностью напоминать голову змеи, то это станет слишком заметным для окружающих. Возникнет слишком много неудобных вопросов к зданию, архитектору, папе римскому и непосредственно к Ватикану. Поэтому, если посмотреть сверху на крышу конференц-зала, то оно просто будет выглядеть как некое современное, напоминающее спортивное сооружение. Тем не менее, неудобные вопросы все же неизбежны, но возникают упытливых исследователей. Почему конференц-зал спроектирован именно так, что кажется, будто Папа Римский или любой другой выступающий на сцене говорит буквально из уст рептилии? Если у вас не возникает такого вопроса, то, следовательно, скорее всего, вам банально неинтересна тема этого выпуска и также неинтересны основы нашего бытия и мироздания. Дело не в том, что нет доказательств, они как раз перед вами лежат на поверхности, а дело просто в том, что вы решили этого не замечать или вам навязали это решение сверху. Конечно, скептики скажут, что все это лишь фантазия и игра воображения, своего рода архитектурная парейдолия. Однако, когда таких доказательств семь и более, то здесь даже скептики начнут сомневаться, что такое архитектурное сооружение было спроектировано с определенным умыслом. И глядя на это рептильное здание, построенное в самом центре католического мира, возникает вопрос, кто на самом деле управляет нашей планетой? Почему здесь так четко запечатлен символизм змея? Возможно, действительно существует глубинное государство, которое практически полностью контролирует все процессы на Земле. Ведущие конспирологи верят, ссылаясь на свои исследования, и закрыты источники, что так называемое глубинное государство, это достаточно большая по своим меркам, но не многочисленная группа людей, а может вовсе и не людей, а рептилий без национальности и привязок к каким-либо странам и этническим группам, которые и управляют всеми явлениями на планете. По мнению конспирологов, свои управленческие следы, глубинное государство в виде различного символизма, и даже иногда оккультного, оставляют практически во всех сферах жизни человека. Спорте, архитектуре, музыке, кино, культуре, промышленности, армии, политике и, конечно же, в религии. И в контексте исследования тайн Ватикана мы четко видим, что выступающий на сцене конференц-зала Папа Римский говорит на широкую публику прямиком «И спасти страшного змея». Почему так спроектирована одна из главных трибун католической церкви? Это же банально страшно и жутко, и никак не настраивает на спокойный душевный лад. Вопрос остается открытым. Ясно только одно, что вряд ли случайно папский конференц-зал стоимостью сотни миллионов проектировали наподобие змеиной головы. Значит, на это было определенное символическое намерение. Что вы думаете? Напишите, пожалуйста, в ваш комментарий. Если вам понравился этот материал, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ударьте в колокол. Подписывайтесь также и на Телеграм, так вы точно будете в курсе. Всех новых роликов и стримов на канале. Надеюсь, скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok